здравствуйте друзья утречка у нас среда новая группа сегодня начинается такая ну как бы обычная дневная группа из местного населения а еще у нас будет 12 числа то есть буквально через там меньше чем через неделю будет группа уже full time там в основном ребята приезжие и вот поскольку первый урок я всегда веду сам то соответственно я еду сегодня немножко пораньше сейчас полдесятого вот вы видите кремниевую долину в половину 10 утра и я под впечатлением вчерашнего приключения с инстаграмом когда девушка юная девушка я ее так по зоопарке женщиной назвал это юная девушка 21 год она создала для меня аккаунт я соответственно ну что делать уже там заполнил там поля поменял имейл пасворд в общем вступил во владение и даже повесил такую фотографию с папахой вот у меня шапок много я могу много материала всякого в крайнем случае я буду писать на бумажке что-нибудь и фотографироваться с бумажкой это будет как бы такой вербальный месседж но в виде картинки но несут в общем я к чему рассказываю что стал я думать на тему ну вот картинок что ли в жизни человека в современной жизни когда все компьютеризованное когда как-то все это сохраняется в цифровом формате довольно качественно пойти вот папирус представляете представьте если бы папирусы были в цифровом формате но это же это же какая была бы жизнь правда или там допустим какие-нибудь летописи вообще документы исторические совсем по-другому бы все происходило и информации было бы больше и качество было бы другое и место для спекуляции может быть было бы меньше если бы могли так как бы видеть и читать то что происходило и и даже когда мы переходим вот на жизнь просто людей то получается вот я например не знаю как выглядят мои там прабабушки прадедушки и дальше то есть вот скажем если родители понятно дедушки бабушки тоже там сохранились фотографии прошел же возникла фотография сохранились ну как бы пережили войну скажем так потому что погибло очень много когда родители наши их семьи эвакуировались во время войны они тогда на украине находились все и мои и светины и соответственно погибло все потому что там мало что с собой взяли и из того что взяли за эти вот 78 лет тоже там не так много сохранилось короче утраченная память но но это даже мы говорим вот там про дедушек бабушек а вот у моей бабушки было она была 10 в семье практически я ничего не знаю там про ее братьев и сестер во всяком случае картинок у меня точно нет точнее кое-кто из них есть на фотографиях когда они уже были в довольно но так мягко говоря зрелом возрасте так лет за 60 может быть совсем уже так постарше а молодыми значит нету вот я не знаю как они выглядят в 20 лет или в 30 лет детям и вообще родовые связи внутри родовые связи в жизни человека очень важны и это не обязательно осознается там всеми нами но вот я как бы такой который осознает важность родовых связей и вот хотелось бы видеть хотелось бы знать хотелось бы прикоснуться потому что когда мы смотрим на тех кто был до нас мы начинаем лучше понимать себя мы как бы получаем ответы на вопросы которые без этого получить нельзя поэтому этому как здорово смотрите что творится то вот наши как бы уже там потомки неважно сколько колен вот вот сколько угодно колен хоть 100 хоть тысяч вот наши потомки уже будут иметь про нас абсолютно полную такую информацию в виде блогов в виде там я не знаю картинок в виде видео и конечно у них на это времени не будет все это смотреть но так если вдруг надо будет вот как библиотеку там пошел и взял книжку 1870 года там почитал если надо было но она есть знаете было же время когда не было книгопечатания совсем недавно было кстати ну ну сколько там прошло господи не было книгопечатания все от руки переписывали а даже когда появилась вот я помню там да книгопечатник иван федоров вот он значит там наладил на руси первую там печатню а при петре первом началась даваться первая российская газета хотя до этого не было газеты сколько там лет прошло с петра 300 понимаете значит какие-то колоссальные колоссальные изменения происходят вот когда-то люди не не разговаривали вот так как мы сейчас разговариваем а так были к животному там мы чали и там добрых полмиллиона лет вот ученые говорят так будем на них ссылаться вот ученые говорят что в течение примерно полумиллиона лет ничего такого в жизни людей не происходило популяция была примерно того же значит размера и вот они жили так находят остатки костей человека и вот так получается что человеческих костей среди звериных не меньше чем звериных среди человеческих то есть нас кушали и в какой-то момент вот пишут что это было 50 тысяч лет назад начался разве начал развиваться речевой аппарат люди начали разговаривать когда люди начали разговаривать у них появилась возможность передавать из от одного поколения к другому какой-то накопленный опыт уже до этого они передать ничего не могли собственно и особо не было чего передавать но вот так вот они на одном уровне были как только появилась возможность вербально что-то передавать человечество начало развиваться у него стали орудия труда совершенствоваться потихонечку соответственно производительность труда росла, соответственно и, значит, они могли производить больше, они, соответственно росли численно они могли прокормиться, не просто собирательством, там, да, тут яичко из гнездышка вынул, там, значит, рыбку где-то там руками выловил в ручье, и вот потихонечку, потихонечку, потихонечку полигонечку, а дальше возникла письменность, вот где-то пишут, что 10 тысяч лет до нашей эры возникла первая письменность и когда возникла письменность мама родная, это уже передача информации не то, что вот там один рассказал, другой там рассказал, не-не-не-не, это уже точная передача, это уже не только от поколения одного к поколению другому, который может там историю переврать немножко, нет, это уже совсем другое, мы сегодня можем какие-то клинописи там, я не знаю разбирать там наскальную там какую-то живопись, там в рисунках что-то передавали и так далее, оно сегодня имеет такой же смысл, как тогда, если мы его поймем значит и вот возникновение письменности, да, кардинально изменило способность человечества к развитию а дальше вот, соответственно это 10 тысяч лет там до нашей эры а дальше вот книгопечатание книгопечатание, конечно ну, как сказать, вот эпоха возрождения потому что, когда у тебя появляется информация в таком виде ты уже можешь делать, я не знаю это совершенно, совершенно другая передача от поколения к поколению совершенно другой уровень освоения опыта и его развития дальнейшего и так далее а сейчас интернет вот мы прямо вот, знаете это аналог того, как когда-то изобрели письменность по значению для человечества или аналог того, как когда-то изобрели книгопечатание вот мы прямо вот с вами живем в это время но кто-то из вас помоложе он, может, не застал там, 96-й год да, когда, значит 95-й когда интернет вот пошел в народ его открыли для населения а я вот прям у меня на глазах все было и так интересно наблюдается все это и вот в контексте вот этого всего я вижу вот конечно, инстаграм это как бы одна такая фишечка на самом деле вот когда возникли фотоальбомы да, вот там типа Пикассо гугловская значит, когда ты можешь там фотки вывешивать и качественные фотки не обязательно там с селфона а абсолютно любого качества есть много сервисов где эти фотки можно вывешивать в очень серьезном разрешении очень большого объема файла вот ну и так инстаграм это как бы такая больше веселуха но эта веселуха она как бы вот в этом русле понимаете и эта веселуха там сидит и представляете это же какие резервы нужно иметь чтобы вот там миллионы, миллиарды этих фотографий там где-то хранить чтобы мы с вами еще и денег за это не берут но так в прямом формате не берут потому что они как-то косвенно то есть наверняка оно как-то косвенно должно окупаться но тем не менее поэтому для тех я вот думаю о тех кто после нас будет жить и у них конечно вот уже начиная с нашего поколения ну и если мы успеем оцифровать как бы то что у нас есть про наших родителей там братьев, сестер племянников там и так далее оцифровать документировать написать что-то объяснить Светина мама ей сейчас 93 года вот будет она 22 года рождения значит Светина мама ну сейчас она уже не может а вот несколько лет назад она была в состоянии она села за компьютер и написала историю семьи ну вот то что она знает то что она помнит то что у нее на глазах происходило то есть где-то мы так ну если не 100 лет назад то близко к тому вот эти события люди которые были как они жили чем они занимались какие-то фотографии у нее сохранились вот и она написала по-русски и по-английски потому что она здесь нашла родственников которые живут в Америке так получилось что у нее двоюродные сестры у которых погибли родители они воспитывались в семье вот ее родителей и потом они вышли замуж и сложная история но в общем они вышли замуж за находившихся тогда в СССР во время войны там польских евреев которые из Польши значит эвакуировались в Сибири дело было вот они там значит так получилось вот они вышли замуж уехали в Польшу из Польши там в Израиль из Израиля в Соединенные Штаты и так далее в общем они были тут когда уже мы все приехали она их нашла нашла удивительным образом то есть она знала что они живут где-то в Мэриленде и вот знала потому что когда-то было какое-то письмо из-за которого их чуть не посадили там в начале 50-х и короче все что осталось это Мэриленд и даже город по-моему она знала ну это 52-53 года письмишко и вот соответственно когда она сюда приехала она пошла в библиотеку большую там где много чего есть нашла телефонные книги вот этого города значит прям бумажные телефонные книги вот этого города за там начало 50-х годов и там их нашла и телефон не изменился вот представьте себе что вот за 50 лет ну почти не 50 ну 40 там да 40 лет на тот момент было за 40 лет телефон у них там в Мэриленде не изменился вот она нашла этих родственников значит она писала на английском родственники ей подбросили фоток потому что у них в архивах что-то такое было и так далее вот такой подвиг я считаю для нас для всех и ой господи конечно тут еще проблема языка то есть мы не знаем на каких языках смогут читать там наши дети но картинку то они и там ну дети внуки и так далее но картинку то они же поймут вот поэтому я вот в этом контексте воспринимаю и инстаграм ну так для меня инстаграм это как эта игрушечка больше чем как бы такой солидный источник информации но тем не менее тем не менее даже эта игрушечка может рассказать что-то людям там не знаю через 200 10 тысяч лет там 5000 лет я не знаю даже 350 вот конечно вопрос насколько это сохранится и как на семейном уровне это сохранить то есть вот это это вопрос остается но во всяком случае если нам интересно мы можем озаботиться этим и там создать какую-то копию там какие-то файлы свои хранить я не знаю или там периодически переводить их переносить их на какой-то новый носитель более продвинутый поэтому я призываю озаботиться на инстаграм мы не можем рассчитывать что он будет там тысячелетиями существовать вот а потомство наше будет поэтому вот для него наверное есть смысл на какие-то носители все это переносить конечно хранить где-то там на инстаграме на пикассо вебе там и так далее тоже неплохо то есть мы будем надеяться что оно никуда не денется во всяком случае достаточно продолжительное время не денется но так как бы сам не плашай там сделай копию озаботься сохранением такие такие мысли меня занимают в связи с этим совсем очень-очень жалко что нет никакой визуальной информации о людях которые жили еще совсем совсем недавно наши вот предки и даже стоят 150 и там 200 это так близко на самом деле это же не то что там 50 поколений между нами ну буквально там не знаю 4-5-6 вот и ничего нету вы наверняка видели какие-нибудь фильмы там вот как графья какие-нибудь князья и у них там по стенам портреты предков адмиралов там где-нибудь в Англии адмиралы генералы там фельдмаршалы там члены палаты лордов это привилегия знати это привилегия богатых это привилегия тех кто рулит этой жизнью понимаете знать знать своих предков гордиться своими предками знать что то что ты сегодня делаешь может быть позором твоей семьи а может быть славой твоей семьи на много много поколений понимаете как важно быть вот в этой цепочке чтобы жизнь достойную прожить это привилегия очень очень богатых и особенно благородного происхождения господ не только богатых а вот особенно благородных дворянства причем такое серьезное дворянство вот сегодня вот это привилегия на картинку на историю на родовую информацию сегодня это привилегия есть у каждого из нас как интересно правда поэтому собираем родословную она может нам не так интересно она кому-то после нас будет интересно делаем картинку и думаем что скажут про нас наши потомки через 200 лет глядя на эту пьяную рожу с двумя бутылками пива одновременно во рту там ну я аутрирую вот поэтому у нас был студент один его не взяли на работу он на фейсбуке у него была такая картинка он пил из двух бутылок пива ну баловался ну и значит менеджер пошел и глянул на картинку и сказал такого нам не надо вот так что я к этому так из жизни резонирует вот наверное и все а у меня урок и вот мы будем строить родословные ну так не в виде картинок а в виде еще что-то в виде людей которые приехали в страну это первое поколение иммигрантов у нас бывают и другие тоже но очень мало в основном и неважно там из России Украины Индии там Пакистана откуда они есть это как правило первое поколение это те на кого потом будут смотреть люди потомки их и будут говорить вот с этих людей началась когда-то наша американская история они будут на них с большим интересом смотреть от них останется потом детям внукам там кому-то что-то останется вот нам нам ничего здесь не осталось ни от кого ничего не досталось мы приехали голые босы 150 долларов и два чемодана на рыло вот так мы начинали от нас уже что-то останется какая-то недвижимость я не знаю ну в материальном плане конечно от нас может быть останется какое-то духовное наследие тоже я надеюсь но во всяком случае вот мы эти родословные сегодня начнем там для трех десятков людей менять улучшать а потом на них ребята глянут через сто лет и скажут это что это такое там какая-то портнов компьютер скул какой-то силикон вал и войс что это за народ вообще такой был и что это за город такой лос-алтос и улица элкамина рил по которой мы с вами друзья сейчас проезжаем да на каком языке они будут думать я не знаю и в каких странах жить будут мы не знаем ну так мы можем догадываться конечно это это у нас никто не отнимет это наше все догадываться это наше все так что все друзья я приехал на работу у меня еще есть 7 минут до начала урока сейчас небось опять все паркинги позанимали вот что-то со светофором случилось смотрите он мигает красненьким ну давай давайте ребята едьте они меня испугались испугались что-то непонятки возникли ну ладно это бывает так так обычно не мигает мигающий красный это как знак стоп по нашим местным правилам не знаю как еще где это знак стоп я честно остановился вы видели так окей есть место может быть и не в первом ряду такси но место есть все друзья счастливо идем создавать родословные